Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Казнатин. Мы предупреждали и говорили, что данная точка В10 Тяньчжу является огромной точкой потенциала человеческой Ци, Ки, энергии, как хотите. Мы уже читали лекцию и сказали, что данная точка является морем Ци. Сегодня наша лекция, пожалуйста, не путайте, точка В10 Тяньчжу является точкой, которая владеет всей Ци, либо всеми Ци, которые находятся в нашем с вами тонком мире и грубом мире. Понятно, да? Очень элементарно просто, очень. Только единственный человек, не каждый человек ответит, какой Ци он наделен. Вообще, давайте, что такое Ци? Это жизненная энергия, жизненная сила, жизненный потенциал, наделенный каждый человек. Любой человек может этот потенциал улучшить, либо ухудшить своим образом жизни. Данный потенциал можно накапливать, можно израсходовать. Единственное, все в руках самого человека, который и владеет этим потенциалом. Элементарно просто. Почему? Потому что не надо думать, что Ци это только энергия. Ци это еще проявление духа, это дыхание. Потому что если Ваша Ци слабенькая, вот вам сразу укрепляйте свой дух, укрепляйте свое дыхание. Это пять элементов. Вот у нас теория УСИН, пять элементов. Помните, все начинается с дерева. Дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля, металл добываем, плавим металл, простите, получается водообразный. Все, пожалуйста, пять элементов, что дополняют друг друга, не должны угнетать, а передавать гармоничную энергию другу другу. Если эти элементы угнетают, либо недовыполняют свою миссию, то тогда, извините мне, у человека Ци либо жизненная сила, либо жизненный потенциал, он что, нарушен. Потому что здесь тоже нужно следовать не слепо, что, ой, данные точки повоздействовали, много Ци сразу получили, все, я сильный, я там крутой, у меня там здоровье. Не-не-не-не-не-не, здесь огромная философия, и здесь вот как раз в таких вот лекциях следует частенько людям, многим говорить. Вот здесь вот хорошо сказано, восток, дело тонкое, ребят, восток, дело тонкости. Не надо думать, что Ци это только вот раз по воздействию получил Ци. Нет. Это еще огромнейшая работа над собой. Почему? Потому что пять элементов, либо теорию Усина, это небесные Ци, это тем, чем человек наделен. А еще есть земная Ци, это наши 24 часа, по которым движется наша земная Ци. Тоже, насколько человек наделен и воспитан своим образом жизни. Как он его поменял, не поменял, перевернул, не доработал, не доосознал. Ну, там, не додумал, да, ось пройдет, сейчас есть новые технологии, я там, не-не-не, не надейтесь. Я не знаю такого человека, который надурил еще природу. Матушка, понятно, да? Потому что данная точка очень огромнейший потенциал. Также данная точка огромнейший потенциал имеет на теорию инь и янь, потому что это неотъемлемая теория восточной философии, не только восточной медицине. Данная точка имеет огромное влияние на психику. Почему? Потому что психика – это развитие человека, как человек развит. Данная точка имеет огромнейшее влияние на кровь, на сосуды, на циркуляцию крови, циркуляцию крови. Понятно, да? Именно ци движет кровью, а не кровь там заряжена какими-то частицами и движется. Вот само название циркуляция даже возьмите. Ну и, конечно же, если вы хотите больше познакомиться, то узнаете, какие формы ци еще живут в нашем с вами тонком мире, которые могут проявляться на нашем грубом мире. И все это можно с помощью данной точки В10 Тяньчжу, этот ци можно как укрепить, так и опустошить. Помните, не всегда хорошо, когда много ци, потому что данная ци может вас провоцировать, чтобы вы были сильнее. А человек будет сильнее не духом, а физикой. А физика имеет ограничения. Вот вам и ложная ци, как проявляет себя. Элементарно просто. Потому что человек должен всегда разумно относиться к проявлению своей ци. Где-то, может, нужно все разместить по полочкам. Отдать должное ци дыханию, ци, скажем так, психике, ци крови. И вот это вот у вас должна эта пирамида, либо должны эти все параграфы четко определены, четко вы должны дать ответ. И четко вы должны дать себе ответ, что вы должны делать для укрепления данной ци. Вот и все. Помимо тонкого мира существуют и грубые. Поэтому вы должны отдать должное и грубому миру, и тонкому. Потому что точка, владеющая всей ци, В10 Тяньчжу, вам в помощь. Если вы считаете, что ваша ци израсходована, пожалуйста. Если вы считаете, что болезни крови уже все вы израсходовали, все работа над собой, данная точка вам в помощь. Если вы считаете, что психика ваша нарушена, вы хотите поменять свой образ жизни, данная точка вам в помощь. Если ваша жизненная сила имеет, что, уже, скажем так, погрешности, вы чувствуете, что вы становитесь сильнее, при этом расслабиться вы не можете, данная точка вам в помощь. Если ваша теория пяти элементов внутри вас не циркулирует, не движется, значит данная точка вам в помощь при одном условии. Прежде всего вам нужно что? Тоже стараться меняться на физическом уровне, а тонкий уровень вам в помощь. Кто не знает, как работать с данной точкой, правая точка В10 Тяньчжун тонизируется, левая седатируется. На следующий утро нужно сделать все наоборот. И раз в четыре дня, в три дня вы можете работать с данной точкой. Спасибо за внимание.